Данек, сладость или гадость? Сладость или гадость? Конечно же, сладость скажи. У нас Даньком новая пора введения прикорма, так называемое знакомство со взрослой едой, пищей. Сегодня мы будем пробовать новый продукт, тыкву. Данек у нас пока полежит здесь, поиграет. Пока мама приготовит тебе вкусняшку. Так, для приготовления тыквенного пюре нам понадобится одна тыква, вот такая вот из бабушкиного огорода, да? Да, собственно, и все. Всего лишь одна тыква, потому что продукты маленьким детям, первые продукты, даются в пресном виде, без соли, сахара и без масла, да. Собственно, поэтому я решила дать ребенку тыкву, потому что она сладенькая и более, ну, на мой взгляд, более вкусная. Тыква очень хороший продукт, особенно, если она совпала с сезоном. То есть вашему ребенку уже пора давать прикорм, и сейчас созрела тыква. Это будет очень хороший способ начать именно с тыквы. Но если говорить не с учетом, не учитывая сезонности, то, может быть, даже в большей степени подойдет кабачок, потому что он все время у нас свежий, благодаря постоянно свежим поставкам из Израиля. Ну, мы уже давали кабачки и брокколи, Даньки, они уже у нас прошли одобрение, скажем так, да. Но, тем не менее, все равно они пресные и по сравнению с ними, о, тыква, думаю, будет более вкуснее, более как бы слаще, да, и по вкусу Даньки. Вот. Ну, ты, наверное, думаешь, почему я так странным образом режу тыкву. У нас же скоро хэвы, поэтому сделаем светильник Джека. Лучший прикорм, конечно, начинает с овощных блюд, нежели с фруктовых или с каш. Потому что как раз больше всего организм ребенка нуждается в клетчатке, потому что в этом нуждаются микроорганизмы, которые помогают человеку жить. Будет очень здорово, что ребенок ваш полюбит есть овощи, потому что взрослый человек очень часто не любит овощи, и это бывает одна из проблем набора лишнего веса. Так, ну, пока у нас тыква варится, доделаем Джека нашего. Так, ножичек. Вообще, я тут уже сделала кое-какие наброски, да, у нас все-таки будет Джек не злобный, веселый, потому что все-таки маленький ребенок, да, насколько это у нас получится сделать. Так, ну, чего ты у меня раскричался, а? Раскричался. Пойдем с мамой готовить. С прикормом вообще возникает очень много вопросов. В интернете, кстати, есть общие правила прикорма. Они есть продублированы на нескольких сайтах, из сайтов в сайт, да, одна и та же информация, поэтому ты их без проблем найдешь в интернете. Вот, но, тем не менее, они не отвечают на некоторые вопросы, которые возникают в процессе вот того, когда ты начинаешь с этим вот совсем работать, с этим прикормом. Вот, смотри какой. Ну, не знаю. Думаю, что Даня его не испугается, не должен. Так вот, да, возвращаемся к прикорму. Вопросов возникает много, и причем они такие вот все мелкие, вот в плане организации. Ну, вот, например, сначала даем один овощ первую неделю, во вторую неделю даем второй овощ. При этом непонятно, первый овощ мы отменяем или продолжаем его давать, а если продолжаем, то тогда оба овоща в одно кормление или в разные кормления, а может быть вообще в разные дни. Прикорму лучше проводить отдельно по каждому продукту. То есть, вначале ребенок пробует один продукт, не менее трех дней нужно обязательно подождать, но это подход общий с точки зрения аллергизации, возможной аллергизации от продукта организма ребенка. И попробовав один, поняв, что этот продукт ему нравится, можно уже пробовать другой. И только когда вы уже поняли, что и второй продукт, и третий продукт приятен ребенку, тогда уже можно попробовать их сочетание. И вообще непонятно, чем допаивать ребенка, и вообще нужно ли его допаивать. И при этом, если допаивать все-таки, то сколько ему давать? В общем, сложно все это. Если ребенок находится на естественном вскармливании, то обычно он в воде не нуждается. Если на искусственном, то чаще всего в воде он может нуждаться. Она должна быть не навязывая, а давая вариант попробовать ребенку, хочется ли ему пить. Так, у нас тем временем готова наша тыква сварилась, и сейчас мы сделаем из нее пюре. Так, сейчас мы это вот так все достанем. Выглядит, конечно, не очень аппетитно, но думаю, что это будет более по вкусу Дани, чем брокколи и кабачок. Перемешивать надо очень часто, очень хорошо, чтобы не было крупных кусочков. Вот, потому что все-таки ребенок маленький, еще жевать не умеет, зубов толком нет всех. Вот, ну, вроде бы неплохо. Пахнет вкусно. Вот, ну, цвет, конечно, приятный. Так, ну, что-то я больно много наложила, ну, ладно. Так, ну вот у нас готов наш светильник Джека. Данек, Данек, смотри, Дань, как тебе? Ну-ка, давай-ка я тебя на руки возьму лучше, да? О, вот так вот. Смотри, какая штука, смотри, какая штука. Ну, сейчас светло, особо не видно, да, свечка, свечку, которую обычно ставят внутрь, поэтому мы вечером на нее будем смотреть, да, смотри. Данька, видишь, нет? Вот, ну и что, давай тогда пробовать наше пюре. Очень важна чуткость матери, чтобы она прекрасно понимала по мимике ребенка, он это ест и ему нравится, или он это ест только потому, что не может огорчить маму. Потому что в какой-то момент, если он будет есть тот продукт, который ему не подходит, а, скорее всего, не нравится и не подходит, действительно, с точки зрения физиологии, то ребенок может просто выключать вкусовые ощущения и проглатывать. Так, сначала мама попробует. Они горячие. Ну, кстати, действительно вкуснее, чем кабачок. Так, ну, сначала мы даем, естественно, новый продукт, всего лишь маленькую ложечку ему, да. Начинаем с маленькой ложечки. Так, Данек, мы не это едим с тобой. Не-не-не-не-не. Так, отпускай, отпускай, отпускай. Давай. Отпускай. Смотри, Данек. М? М? Ну как? Че скажешь? На, доедай. Вот так. Ну че, вкусно? Ну, вроде как съел. Вкусно? Ну, давай еще маленькую, совсем чуть-чуть, вот так вот. Чуточек вот так вот. На. Есть. Мама покушает. Ммм, вкусно? Мама. Субтитры сделал DimaTorzok